привет мои дорогие подписчики уважаемые друзья и гости моего канала с вами даев и что же такого вот точно еще нигде не видели тадам вот такое давайте рассмотрим это поближе сразу приношу извинения за мой не слишком будет высокий fps но это очень легко объяснимо давайте поближе данный корабль называется магнус офигеть кто играет в доту тот знает такого в нем около 14 тысяч блоков основной брони 60 туре 24 ракетницы торпеды внутри 4 дрона два функциональных гравитации при том очень интересно сделаны я столько фишек вот в этом корабле увидел сколько я вообще не видел ни в одном еще за все свое время играния в инженерах полностью готов к выживанию но если вы себе купите там какой-нибудь а и 7 и пару 10 800 поставить потому что 25 это самый высокий fps который у меня вообще с этим кораблем есть боюсь что упадет намного ниже сношаюсь есть не может целый час по нему бегаю это просто неимоверно не мог с вами не поделиться так ночью он полностью готов к выживанию заправленный дом имеются оксигеновые фармы смысле фермы оксигеновые рефайнеры ассемблеры и 5 больших контейнеров это так вот вкратце ураниум есть и есть и даже пули есть ну что ж давайте поближе его рассмотрим нашего магнуса это что-то с чем-то ребятушки вот офигеть вот просто слов нет я его когда загрузил вначале я офигел от своего фпс а кстати на стабильные ветки она мне больше 10 fps вообще не показывает да то есть тут есть побольше оптимизации это девелок мы ветка хотя полностью ванильный корабль я что на адреналине это сколько же надо было времени потратить что такую фиговину смутить тут у нас чинильный отсек ну туда лезть нежелательно сами понимаете почему и вот потихонечку его будем облетать чтобы у нас не сильно расколбасило везде жк панель очки везде освещение каждая лампочка продумана настолько что вах вах вон выход с присоской сразу же на этот на сундук на большой вот идея поставить блок вот так вот раком вот этот декоративный и настолько симпатично оказывается выглядит как панель с мониторами вай 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 x настолько все тонкое проделана продумана смотрите даже вот эти вот кислородные станции вот так вот называется данный корабль с маем магнус и я все думал где же берут решетки то на окна а это оказывается всего лишь на всего ребята непроваренный мостик стальной вот эту идею я себе сопру прям однозначно вот эти вот все непроварочки настолько гармонично то есть тех блоков которые на данный момент простить пожалуйста в игре присутствует их не хватает и люди не доваривая некоторые из блоков получают офигенную декоративную декоративный эффект ну и само собой надо версии как вы видите каждые блоки брони начали от блескивать бликовать точнее и здесь конечно этот корабль выглядит намного круче вот аж сфера посмотрите уберу вид так плюс 2 fps имею сфера бликует это что-то я не представляю сколько надо делать такой корабль и просто сколько нужно мозгов чтобы продумать такой корабль и мы плавно его облетаем везде как вы видите панель очки все как положено везде освещение грамотно даже вот это вот ломаные линии то чего она стоит заполнен заполнение пространства пустого я не мог вам это не показать ладно 20 fps мы как нибудь уж переживем в спейс инженерах но внутри корабля будет хуже так что не надейтесь это это просто волшебно мои 8 ядер fx компьютера просто нервно курит в сторонке от таких пробовал все и выключать тень но выключать тени нет такой красоты которую может передать этот корабль даже вот просто поставленные лестницы это уже вот мне как дизайнеру это просто аплодисменты стоя а мы еще в него рано или поздно попадем с вами 10 минутку меня точно с ним не выйдет но такой глобальный корабль вот смотрите вот эту вот линии изогнуты как она сделана грамотно из заполнение полное заполнение пространства вроде бы что это такое фиг его знает что это такое но смотрится как единое целое человек просто либо маньяк я не знаю либо гений ведро ракетниц они скорее всего несут здесь все-таки декоративную функцию ведь это же ракетница насколько я думаю да это ракетница не проваренная пара гироскопов это уже тут можно столько с этого корабля брать идей вот я себе в соло летсплей прям смело начну воровать и прям много но это не воровство называется называется обучение я же ничего отсюда не копирую вот это вот не проваренные стеклышки дают вам прекрасную решетку это же не проваренная стеклышка правильно додуматься до такого может не каждый далеко не каждый ну что же давайте на него приземлимся я уж сильно не разгоняюсь потому что сами понимаете и тут везде эти колеса но колеса здесь если честно немножко лишнее сейчас мы выключим наш ранец у нас появляется гравитация мы слышим гудение этой мархины полностью защищен вот особенно освещение вот эти голубые лампочки вай 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 просто счастлив что я нашел такой корабль и я буду его прям линчевать по полной пожалуйста вам адекватные каково как бы его даже назвать у меня слов нет просто вот непроваренный гадкой непроваренная площадка это дает уже хай так вид я думал я уже много умею в инженеров нет ребята я еще котенок сравнению с такими постройками я прекрасно понимаю что это построено в мастерской ой фу мастерской в этой в креативе но это же надо столько продумать если будут щелчки на видео извините это у меня уже процессор просто не справляется еще мой микрофон обрабатывать и до кучи обрабатывать еще и такую махину корабль большой очень большой гравитация адекватно вот тут немного переход а гравитация тут x2 почему-то сделано то есть мы приходим на командный мостик и тут заняты ладно обходим идем за белым кроликом что-то пожалуйста решетки защищающие окна изнутри данный корабль вот опять же обратите внимание вот на этот дизайнерский момент просто непроваренная запчасть всяких треугольников дает такой эффект ой вай 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 сколько же это тысяч часов надо наиграть чтобы вот просто вот знать все эти фокусы все эти моменты ну что ж давайте ворвемся хотел сказать войдем внутрь а так вот даже вот тут мостик не провалит хотя здесь бы я его конечно проварил был бы симпатичнее даже вот тут тык а ног хер ой простите она не открывается потому что мы должны нажать кнопочку кнопочка аэрлок триггер мы нажимаем кнопочку происходит процесс разгерметизации зажигаются лампочки зелененьким только тогда можно эту дверь открыть и она залипает а процесс кончился слишком долго рассказывал нажимаем кнопочку а не сами открываются говорится не несу свои руки куда не положено ну и сами тогда и закрывать уже я надеюсь и вот мы попадаем сам корабль чет совсем тихо да он так не кажется чуть-чуть добавим все спонтанно полностью спонтанно все записывается ну не поделиться я не мог прям именно сам сам вид вот освещение вот это вот падение падение вот этого красного упору пусть сквозь блок конечно падает все подписано и очень интересный лифт вот это вот вы никогда не поверите а как можно сделать лет без пошли вы знаете а я теперь знаю лифт об вошел об тебя гравитации переворачивает чпоньк ты из него выходишь у тебя переворачивает обратно вот это это просто что-то с чем-то это командный модуль тут у нас есть япон систем не знаю что я сейчас сделал но надеюсь что я ее interior light bridge притушить вид не смотрите у меня даже тень такая вот именно ощущение на настоящем линкоре вот вид из кабины здесь можно так сказать из командного пункта давайте ой сейчас у меня мозги обратите внимание вот на эту вот вещь что ты надо было выбежать вам ее показать понятно когда она сюда поворачивается меня перекидывает на вид из хари ну что ж давайте газонем на нем а то как же на такой фигне да не полетать вот оно летит оно очень ну очень кстати довольно таки легко поворачивается если наши море сравнивать наши море вообще так никогда не повернет прям пол движения мышки он поворачивает на солнце дать послушаем корабль звучит в корабле мощи конечно не чувствуется хотя есть вот такие приятный ладно ой мы еще не остановились поэтому мы сейчас в комбалу поиграем останавливаться довольно таки долго так до 1285 гигаватта энергии 99 ускоритель 272 гироскопа 77 батареи вау 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 это просто с чем-то тут одних групп это вот все еще группы вы представляете это все группы сколько тут всего вот только группы кончились я не могу меня прям аж я чувствую такой трепет вот почему-то вот фпс сильнее упал от такого трепета от моих полетов но мы я думаю мы сейчас туда перебежим и у нас все немножко нормализуется скорее я понял почему давайте вернемся солнышко и по-хорошему бы конечно а я не на командный сил однокомандный садится вот 9 что-то звуковой какой-то давайте нажмем слышите звук я нет рука пострелять то что кучу не стреляет вау 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 ну не знаю насколько эффективно данные ракеты по бокам но они есть и этого не отнять что-то с поршнем связано что-нибудь наверное это отвергнется так посмотрим что тут написано там я был блок торпеда launch активировать и торпеда стоп давайте попробуем чем торпедируем что ли как она там будет происходить ничего мне там не торпедировалась нет ничего не торпедировалась я не знаю где-то в нем еще и торпеда есть вот такой вот красавец сделанный просто волшебно мы хотели отвернуться от солнышка он я вижу даже ржавчину на своей высине таком части давайте отвернемся все таки и управляется как ни парадоксально довольно таки легко вот так вот поставим и попробуем все таки походить так ночью лифт down лифт совсем down этап заходим да ты ей так упасть мог поехали сломал а вот нет переворачивать на чего ладно на лифте мы уже катались давайте потихонечку тут будем исследовать смотровые панели для пассажиров или там не знаю кого штурманов тут тоже что-то а мы зажгли свет прощаем мы еще 10 fps но без света этот корабль вообще никак вот просто обыкновенный блок не проварены сверху решетка стоит уже ощущение очучение каждого кресла что то с чем-то так а как же мне отсюда попасть тут настоящий лабиринт настолько настоящий лабиринт то есть это весь этот но должен какой-то бы переход однозначно и наверно все таки за счет лифтов ну как лифт апт понятно алик да он чё ты так понятно вот так x landing pad bridge observation такая вот у нас а был движки выключить тогда бы это мне дало еще побольше вот чтобы выйти опять появляется вот этот аэрлок триггер это мы на выход на выход нам еще пока рано мы щиток вошли и к арморе и основная комната японская здесь везде турель чеки вот так вот в таком корабле можно пожалуйста вам ама тулс все что хотите и она реально здесь пожалуйста вам ама здесь пожалуйста вам контейнер извиняюсь тулсы все как положено человек подготовил корабль к полному выживанию если на таком корабле засыпав 30 fps можно с таким удовольствием выживать вот как вот такую твич сделать просто не проварить кнопочную панель она выглядит просто смотрите как как настоящий хай-тек ой так ну в японии мы были уже давайте потихонечку туда ах прям аж подхрюкивает чем дальше идут им хуже становится они просто конверс решеткой вот так вот смотрится ребят кто занимается вот именно моделирование таких кораблей идей миллион кря камерные можно зайти насладиться тишиной и спокойствием гудением корабля медитации и самое главное как сделано освещение грамотно теперь вот кстати освещение вот в деф-версии чё не говори сделано офигительно и вот это вот идея поставлена раком вот этот блок прохода получается обыкновенный монитор с какой-то панелькой с каким-то контейнером чё тут сидушки пожалуйста просматриваем вид космоса вот в таком корабле не скучно воистину не скучно и вот его исследуешь и вот это чувствуешь вот это вот ощущение что знаете вот мне чуть даже какую-то вот игру напоминает в голове крутится ты идешь такой вот мне только в руке не хватает по-настоящему идешь кораблю блин как же эта игра называлась непроваренный пожалуйста а зря я я же как раз и вам показываю сам учусь вот такие вот корабли очень сильно стимулирует играть самому потому что хочется что-то что-то не хуже сделать ну пусть не такой же но что-то хотя бы ng-assess и не живать давайте заглянем за эту синюю дверь за синие двери в красная дверь реакторная каждая труба покрашена каждая это покрашена интерьер лайт red это что-то я нажал в красный так сажиры реакторы включение включения реакторов прекрасно туда можно спуститься можно самое главное можно залезть в каждый уголок это офигеть сразу предупреждаю смотрите как сделала непроваренный мостик и кишки видно и прям вот пожалуйста тут у меня вообще компьютер уже вымирает но я надеюсь вы меня понимаете недоваренная дверь какой эффект просто скидывать в ноль всю графику ну просто непередаваемо будет все обыкновенное стекло за ней гадкий кислородный баллон как смотрится при том стекло наизнанку с измерзью с инием декомпрессионным если можно так сказать а вот сюда вот аж наступать страшно ой блин когда же у меня будет нормальная видеокарточка я так хочу такое же строить и самое главное подобный корабль загружал такого же размера даже больше все нормально но тут настолько сама внутренность детализирована пожалуйста чё это такое опять лифт чё-то шипело слышите тут шипит тут не шипит открываем двери падаем куда-то вот это вот звучание тут зеленые уже ё-моё ngss то есть это мы в двигательный этот аксек попадаем у меня аж вы знаете в горло в горле пересыхает и волосы на всех местах шевеляться ребятушки как это все сделано как это все сбалансированные красиво вот некоторые моменты даже вот говорить ничего не хочется просто идти достать автомат ждать кого-то звукова по моему мне это напоминает чем-то дум если я не ошибаюсь и стон цел авторизит as is only процесс точнее только для персонала исхода без это не входить бабушки сидят смотрите что творит человек три двери ну как же мы не залезем там где нельзя надо залезть так это ангар давайте ангар нажмем чё нам мы должны понажимать здесь везде ну тут наверное зеркально все-таки мне интересно только одно сколько времени и сил это все отнимает ну и какой компьютер у него это тоже вопрос конечно вот пожалуйста кверх ногам на и мостик не проваренный какой эффект какой эффект почему ты меня не хочешь выпустить потому что аэр не винт да кстати вы обратили внимание что на кнопочках теперь сверху еще и индикация так выпустите меня отсюда корабль вот такое ощущение что он сейчас что-то хочет сказать сам вот корабль знаете как вот у этих кораблях таких больших там искусственный интеллект как в том же стартрейке не знаю там ну блин я даже бежать по этому кораблю не могу к сожалению надеюсь у меня понимаете и застрял ну я не авторизировался поэтому наверно надо было пройти авторизацию я больше чем уверен что здесь и это все продумано обязательно надо пройти какую-то авторизацию куда-то что-то пиликнуть и она будет настолько грамотно мне интересно вот это по любому инженеру вот прямом притом в прямом смысле этого слова инженер тут уже зелененьким горит т.к. где наша кнопка так орала я вижу в количестве двух штук с выпустите меня наружу пожалуйста здесь вот есть нек ага здесь вентиляционная ну все выпуска меня идет процесс разгерметизации я кажется слышу свое дыхание что-то блин надо вот в такую группу да выпусти меня женщина или мужчины кто там опен видор окажется сломал это я сломал корабль или его меньше о все разгерметизировал надо быстрее выходить отсюда нафиг вот мы опять в космосе самым главным не показал тут еще в этом корабле от улететь почем а он нагасить думаю меня уж уносит вот эту антенна как она сделана смотрите чем вот одно стекло он сильнее проварил но это наверное уже человек устал сразу видно необыкновенная лампочка получается вот такая вот вещь вот где это еще увидишь да фиг это где увидишь еще и это не у каждого загрузится так как мы очень многие пишут что инженер становится менее играбельно я с вами полностью согласен на этот счет не пути становится красивее но не в нашу пользу они становятся красивее к сожалению покупать хай-тек компьютеры не каждый из нас может надо прекрасно тоже понимать но игра в раннем доступе поэтому прости меня немножко подлетаем к ангару сработает сенсор и мы видим четыре прекрасных боевых бота дрона даже не бота дрона камера все закрывается автоматически обратите внимание я ничего не трогал это был не я давайте приземлимся у слышите у корабля вот вот как вот это вот еще передать ощущение вот этого реалистичного звука которого нет в принципе на стабильной версии но это обязательно завезут и уж думаю такое нововведение надо завозить прям в первую очередь ладно там с этими поблескушками этих блоков там с текстурами но опять же обратите внимание уже проблеск появляется вот этих вот металлических поверхностей ладно текстура на ноль закрой у меня так совсем плохо пока но не показать я вам этого не мог я просто вот просто восторжен ребята девчата там зрители подписчики и просто гости просто посмотрите что на какие вот вещи я обращаю внимание что мне по-настоящему нравится и вот к этому я хочу стремиться я проведу в этом корабле наверно не один десяток часов изучая каждую лампочку которая дает такое свечение я в свое время выучил 3d studio max практически на профессиональном уровне и герой поэтому для меня это все очень очень сильно близко даже по внутренним ощущениям каждый кнопочек лифты как всегда лифтап лифтдаун тут перекурили отдохнули восстановили fps так ночью куда об что ли давайте об об заходим переворачивать панк главное во время вылезти паник и даже цвет вот этих вот гадских панелей насколько он интересен а тут были линии вот как вот такой вот снять за 10 минут да никак тут в нем можно тусоваться часами не хватает каких-нибудь злобных этих пучку отзыв которые тебя будут за это класс-класс сделать кажется мы здесь были в этой твой у меня прям аж картинка плавно пошла баловал мы подходим к чему-то очень злобному меня ж мужик пробуксовывает вау а это мы вышли над над этими дронами боевыми вот мы где я находимся это только пол корабля освещение обратите внимание на освещение вот вот заходишь и сразу же меняется на тебя смотрит таймер моргающий и рядом две непропиленных кнопочных панели я надеюсь вы чувствуете то же самое что и я просто просто восторг это вот другими словами не передать вот обыкновенная фиговина здесь и уже как разнообразие чуть ли куда-то полетел все гравий кончилось что ли это что это что происходит с этим кораблем я не понимаю что здесь происходит но что тут явно происходит и прямой кто-то тут что-то хочет сварить а это он типа он как бы должен проваривать вот это вот и что там должно куда-то вылазить насколько я понимаю давайте попробуем все таки и освещение опять же обратите внимание да ну выпустите меня давайте немножко спилим удовольствие мне же интересно тоже сейчас вы услышите реалистичные звуки деф-версии потому что не поиграв вот какой-то искусственную массу они тут пытаются сама сделать в чем тут задумка я не знаю но что-то тут очень интересно бы головка то есть когда что-то там что-то активируется ой как меня расколбасило это не искусственной массы по голове попало а это якобы торпеда все я я понял но я чё тут не открыл вот эти вот двери понимаете она как бы туда должно с искусственной массы все это выплевывать и давайте ее спилим посмотреть саму задумку как это все происходит а я же креативе чую эту якобы открыли сейчас я освобожусь это пуск торпеда должен быть на тебе в харю искусственной массы отпусти с боеголовками ну все мы тормозить то будем офигеть дорогие зрители вот ради таких вот вещей стоит играть в эти инженеры и стремиться к этому строить самому что-то такое похожее не надо мне больше искусственной массы в голову только пожалуйста я хороший она еще как я насколько я понял она еще плюется этими на просто что-то не открыл а вот поршень пожалуйста что-то как-то у них все не пошло опять там эти давайте уберем все лишнее посмотрим как это все происходит на тебе с боеголовки пошла торпеда больше чем уверен что она через какое-то время сейчас взорвется вот они торпед пошли я сделал это ну пусть конечно немножко не хорошим способом но тоже идея то есть гравитатор выплевывает и все это летит офигеть сейчас я уберу себя из рук дай бы бог это все записалось с первой попытки пусть конечно будет fps низкий но блин оно того стоит каждый момент каждый вот этот блок он стоит затраченных на него сил ссылочку я конечно дам в описании можете сами попробовать побегать по этому кораблю потому что я не рассказал вам даже одной десятой про него тут можно очень во многих местах еще побывать я думаю вы испытываете те же чувству что и на данный момент я это просто чувство приятного восторга и потенциала этой игры это вам не рефайнери из пяти блоков сварить ну что ж я думаю на этом данную серию хотел сказать данный обзор данного корабля магнус который полностью оправдывает свое название ой чё-то меня чем дальше тем страшнее становится ира и торпеды летят я считаю в принципе законченным всем спасибо за просмотр кто не подписан подписывайтесь очень рад для вас снимать очень рад своим делиться чем-то новым и приятным всем приятной игры с вами был даев обязательно оцените лайк вам за просмотр всем до до новых встреч всем пока пока